просили показать как краска за зиму облезет смотрите 1 2 3 4 они не мэтты все в пыли рукожопой объясните что я сделал неправильно почему краска не облезла она же должна была через зиму облезть что-то здесь странное она держится так говорили не красть баллончиком говорили они я покрасил и почему-то не облезла что-то я сделал неправильно вам не советую красить баллоном никогда а то облезет возьмем цвет который плохо перекрывает и нужно либо 10 слоев с потеками либо хитрость и тонкий слой не стоит забывать что оптимальная температура для баллона окружающей среды от плюс 15 до плюс 30 ну плюс 15 это неправда 20 градусов и выше тогда будет хорошо красить просто обезжирим так как это делает большинство если вообще делает обезжирили смотрите температура этой железки 14 градусов температура баллона тоже 14 градусов но сейчас так и здесь есть давайте ее покрасим теперь просто поливаем краской налили такой слой как красит и все он уже потек сделал здесь больше накрасил здесь меньше так не нужно красить мы это оставим запомните форму возьмем вторую железку обработаем ее наждачкой чтобы краска лучше прилипала растворителем нанесем тонкий слой грунта вот так большинство красит видите как хорошо ложится просто шикарно когда все холодное подсушим феном специально взял такой потому что строительный есть не у всех как видим краска просто шикарно легла это мы загрунтовали и теперь нанесем еще краску нальем так как красят все что мы получили камера этого не передает но я уже вижу все дефекты ладно продолжим тем же феном я нагрел железку как видим 27 баллончики разогрел 25 грунтовка 23 это уже хорошо больше 20 градусов это так должно быть идем красить теперь я вам покажу как я крашу деталь теплая краска теплая я не крашу одним нажатием крашу вот так рывками следите за пальцем таким образом мы можем контролировать краску все равно она еще холодно 23 это мало видите пятнышки она не ложится ровно нанесем краску подождем еще покажу вариант покраски мелких деталей на самый эффективный нам ее нужно хорошенько разогреть это можно нагреть зимой на буржуйке можно разогреть газовой горелок смотрите теперь как будет прикипать краска нужно наносить тонкий слой на руку слышно что температура уже не так жарит 100 градусов 101 это уже хорошая температура теперь мы наносим окончательный слой как видим результат уже есть давайте это подсушим и посмотрим теперь возьмем серую краску для дисков эту деталь я прогрел это осталось холодный баллон также холодный постараюсь покрасить пускай подсохнет здесь краска моментально прихватывается здесь она как видно мокрая краска подсохла как видим какая структура нанесем лак здесь еще горячая берет моментально 46 сейчас подождем пускай еще подсохнет здесь 17 35 здесь 16 теперь лак отлично ложится видите я крашу только рывками так я могу контролировать слой вот разница когда температура есть пускай сохнет ну что ж подведем итог вот первое здесь не видно на камеру но она в пятнах вот что мы имеем это вроде была вторая так держится краска вот это было с наждачкой загрунтованная это все потому что металл гладкий и не снят вот этот окис который образуется сталь то новая это та что была покрашена по горячему ну как видим покрас просто идеален краска легла супер но есть мусор легла она очень хорошо разница видеть она не хочет обдираться так просто еще она же свежая вся та разница на холодную покрашена вот эти все детали вот это крашеная на горячую видите как краска облака вот когда крашена на горячую вот это вам вся разница теперь посмотрим по металлику вот это крашеная на горячую как видим риску я не снял металл остался гладкий его всегда нужно шкурить ну и вот этот разница никакой потому что я его не подготовил вот вам вся разница когда у кого облазит краска вот она вся облезла потому что металл не подготовленный он не шершавый он глянцевый если не потереть наждачкой не обезжирить вот такое оно и будет помыл мойкой и смыл либо нагреть тогда хорошо держится вот так теперь покажу еще один недостаток краски из баллончика тормозная жидкость моторное масло бензин много налил подождем прошло пять минут протираем тряпочкой сразу все вот краска как видим тормозная жидкость разъела краску масло разъела краску бензин вообще вот и все прелести краски из баллончика об этом нужно знать что краска в баллончике доступна каждому ну вот такие могут быть последствия красишь баллоном заправляй на заправке а не с канистры и разливай либо красить порошком либо двухкомпонентной краской во всем есть свои плюсы и минусы я вам их показал еще нужно помнить что поверхность должна быть шершавой если наносим грунт значит подождали там минут десять нанесли краску еще минут десять подождали нанесли лак если мы лак нанесем на второй день он облезет называется мокрое по мокрому и все и пускай сохнет красим не на солнце а красим в тени и детали должны быть теплые вот и все напишите в комментарии что я сделал неправильно почему краска не облезла через зиму что то я сделал неправильно на этом все добра до новых встреч пока